приветствуем всем на всех на нашем вебинаре сегодня мы проведем его совместно я юрий волошин и александр денисюк это наш разработчик 1с как всегда проверяем чек-лист то есть если звук если вы нас слушаете поставьте пожалуйста плюсики плюсики можно поставить на вкладочки questions вот она продемонстрирована на экране на этой же вкладочки вы можете в принципе задавать вопросы по по ходу вебинара мы постараемся на них делать ответы не стесняйтесь чем больше вопросов мы осветим тем будет более полезен вебинар для вас если у вас вдруг нет звука то попробуйте переподключиться то есть выйти из вебинара и заново войти звук должен появиться если же звук не появился то пишите нам попробуем что-нибудь сделать с нашей стороны мы как всегда транслируем традиционно последнее время транслируем вебинар с видео с видео видео вы можете свернуть если она вам не нужно развернуть больше экран обязательно будет запись нашего вебинара эта запись будет доступна как на страницах 1с битрикс так и на странице специальность из 1с мы покажем вам как смотреть вебинар или найти вебинары внутри 1с вы сможете к ним подключаться так все нас видно слышно отлично и так о чем мы будем сегодня разговаривать мы сегодня проведем живой мастер-класс интеграции с продуктами 1с показываем все в режиме реального времени очень нас просили чтобы мы опять сначала самого начала показали как все настраивать как устанавливать наши обновления как добавлять как вообще работать с 1с и соответственно мы проведем такой мастер-класс какой план нашего вебинара мы покажем как устанавливать модуль 1с битрикс 5 версии мы покажем где ее найти как установить и обновлять пройдем по общим настройкам сайта выгрузим товары посмотрим как выгружать из ку элементы торговые предложения посмотрим как настраивать выгрузку картинок настраивать каталог внутри и продан нашего продукта и внутри 1с ну и проведем обмен заказами такой планчик нашего вебинара на этом к сожалению наша презентация заканчивается можно расходиться шучу я сейчас переключусь на сашу одну минуточку и мы начнем наш вебинар все я сделал александра презентером так все я вижу картинку напишите пожалуйста если вы видите картинку саши и мы начнем все отлично ну начинаем как сказал юра очень часто на вебинарах просили что показали с самого начала как установить модуль где его скачать как его обновить начнем с этого после на нашем сайте можно посмотреть список всех актуальных релизов 1с то есть вот по этому адресу не переживайте если вы не успеваете записать адрес это не страшно мы обязательно выложим видеоролик и как раз покажем где можно найти видеоролик даже в рамках 1с и вы все увидите сможете перейти на этой ссылке показаны все модули для для бинар с интернет-магазином в данном случае здесь можно посмотреть что для каждых слева это название продукта 1с справа какой релиз а с слева слева продукт посередине это для какого релиза а справа это версия модуля очень часто мы будем показывать все направленные торговли 11 редакции тут такой момент что разные модули для разных версий для разных редакций то есть получается у нас есть модуль версии 5008 он для ут 11 11 а при модуль версии 5009 он только для ут 11 12 то есть получается если на ут 11 1 поставить модуль 5009 то тогда наш модуль перестанет работать это связано с тем то что один из них значительно переделали управление торговлей вели там много нового всяких механизмов функций и поэтому как бы наш старый модуль совместим в данном случае я буду показать на ут 11 один это все и поэтому давайте скачаем версию 508 пока ты будешь скачивать я немножко сделаю пояснение здесь павел спрашивает для чего вообще использовать ваш модуль для чего модуль 1s выпускает свой штатный модуль который встроен в конфигурацию 1s он входит во все редакции 1s и вы его можете использовать но этот модуль имеет достаточно ограниченный функционал потому что они его делают универсальным для разных продуктов не обязательно только для нас а наш модуль более расширенная версия у него больше функций больше возможностей но он подходит не под все редакции мы выпускаем модуль к сожалению только для самых основных редакций но кроме россии мы еще выпускаем модуль если вот лица немножко пролистнет для украины и для казахстана белоруссии в данном случае мы модуль скачали когда скачивается он у нас запакована zip-архиве возьму распакуем нет для облачной битрикс24 данные модули не подходят они зависит от того какая-то облака если примеру какому-то у вас там облачный сервер на котором стоит 1s на существо где можете зайти в конфигуратор в данном случае можете установить наш модуль и в принципе может настройство работать но есть это решение где нет возможности заходить в конфигуратор соответственно вы наш модуль поставить не сможете то есть там вот вот так вот в зависит от области так мы распаковали здесь сам модуль сам модуль нужно установить мы его устанавливаем так мы его установили теперь зайдем в нашу правильную торговлю у меня демо база самая обычная заходим в конфигуратор александр пишет что модуль удобно использовать когда структура номенклатуры отличается от заданной как бы внутри 1s на самом деле это его использовать можно не только для этого сейчас как раз саша покажет для каких целей можно вообще и модуль использовать очень многих возможностей которые есть в нашем модуле нет в модуле который выпускает сама 1с так в данном случае у нас утешка она вообще типовая и она закрыта сначала нам нужно открыть конфигурацию для этого мы заходим в конфигурация поддержка настройка поддержки и включая возможность изменения конфигурации нажимаем включить да ставим флажки что редактируется храни поддержки нажимаем окей и у нас происходит изменение режима пока идет установка игорь спрашивает планируется ли выпуск модуля для комплексной автоматизации 20 для 20 но пока люди не спрашивают только для комс комплекс автоматизации 11 есть для 20 мы можем зафиксировать что игорь спросил один человек уже нужно посмотреть как бы как она отличается от от других конфигураций до того же самого ут 11 или там ерпит ну может быть будет так так мы сделали что фаз был бы стал возможность изменения теперь выполним сравнение объединения с нашим модуле заходим в конфигурацию выбираем пункт сравнить и объединить конфигурации с файлом и здесь выбираем сам этот модуль модуль у нас по умолчанию устанавливается вообще можно делать по-другому когда мы устанавливаем тут есть каталог шаблонов можно просто скопировать этот каталог и здесь его указать в данном случае здесь находятся все каталоги 1с заходим в пункт 1с битрикс здесь выбираем по обмен сайтом у т111 и здесь мы выбираем нас модуль 508 выбираем и указанного здесь сейчас очень важно снимаем вначале все флажки после этого выбираем действия отметить по по системам файла и и здесь выбираем 300 обмен с интернет-магазином и обязательно включая флажок включать объект родительских по системам нажимаем установить помимо этого так у нас у нас не обновление модуля идет начальная установка то нам нужно обязательно ставить вручную файл по системам если же у вас была версия 4 модуль версии наш 4 версии вы ставите 5 то тоже в обязательном режиме нужно ставить этот флажок иначе у вас не будет отображаться раздел с нашими объектами так поставили нажимаем выполнить так если вы за такое окошко незрешимой ссылки то нужно право надувать продолжить не надо помечать все для объединения если мы возьмем все для объединения то отобразится все объекты которые эту у которых такие незрешимые ссылки база 1с может повредиться так модуль мы накатили теперь посмотрим у нас ут 111 то нам нужно запускать параметр запуска запустить обновление информационной базы то есть в т 11 2 принципе там уже не надо запускать с ключом ключ для того чтобы там сохранилась структура до данных само один утешки так теперь мы запускаем один из кого почему запускаем мы сохраняем конфигурации обновляем базу данных вручную то сделаем начала берем нажимаем сохранить конфигурацию это значит сама структура база сохраняется звук конфигурации а потом мы обновляем базу данных пока обновляется можно на вопросе да давай давай тут много вопросов я сейчас стараюсь отвечать сразу так вот это вопросе к сожалению сам отвечу павел для установки для битрикс 24 установлен модуль большого смысла нет вы не получите никаких дополнительных плюсов но скорее всего в следующих релизах для b24 тоже будет запланированы какие-то интересные нововведения для 1с и тогда будет смысл иметь пока же и большого смысла к сожалению нет так сейчас люди спрашивают месяц назад настраивал обмен с у т10 3 с модулем обмена после обмена слетела галочка показывать ум на фильтре и спрашивают у справились ли такую ситуацию фильтром я понимаю но это скорее всего могло как-то повлиять если свойства выгружались вообще это влияет на свойства александр если честно чтобы вот такие вещи исправлялись и таких вещах хорошо бы сообщать через техническую поддержку потому что вот мы сталкиваемся с такой проблемой впервые мы конечно после вебинара проверим и если есть такая проблема то ее исправим писал в поддержку страну не за есть писал поддержку то есть если вы напишите номер вашего тикета мы посмотрим что там происходило то есть пока тяжело сказать что-то определенное мы сможем это проверить но если вам не трудно укажите номер тикета который вы писали мы сможем к нему подключиться и посмотреть спасибо александр так сейчас битрикс накатывается на управление торговли а как быть если у т лежит в локальной сети а сайт будет хостится на внешнем хостинге никаких проблем разницы нет где хостится сайт мы кстати сейчас сашей будем накатывать тоже вернее как подключаться будем тоже к внешнему сайту который находится на реальном хостинге у него есть реальный домен это не локальная установка не вижу никаких сложностей александр спасибо за обращение давай организации вылезла сообщение что изменим структуре мы эти смене применяем и снова мишка должна подождать пока мне не примутся так да это наш отдельный модуль для связи с битриксом будет ли разъяснена сама выгрузка будет так ну тут уже пошли вопросы про crm ребят сегодня вебинар все-таки про сайты управления сайтом то есть к сожалению вопросы по b24 я буду теперь пропускать лучше если мы проведем в будущем отдельный выбираем и мы проводили уже вебинары по b24 и показывали как делать выгрузку давайте мы ее будем сегодня пропускать сегодня немножко про другое так пока что у нас происходит обновление про версии программы я добавлю себе да да говори я добавлю вращения в принципе ее нужно выполнять но и не обязательно упала для при каждом обновлении нашего модуль нужно будет тогда когда появляется новый объект нашей или изменяется структура сама по система да в случае так у нас модуль раньше не стоял то как бы нужно выполнять еще раз повторюсь для версии у ты 11 2 у ворот как выполнять как бы обновлением нужно делать но ты еще уточняется так так мы пока он что-то у тебя делает спрашивает на 82 платформу можно его интегрировать в упп 1 3 вообще у нас модуль который для упп 1 3 он краски и зона на платформе 82 то есть как бы там но спокойно интегрировать нужно для 8 это нужно если упп стоит на 8 и 3 тогда нужно как бы немножко интегрировать с 82 так как бы он изначально предполагается для 82 игр еще раз спрашивает про то что этот модуль битрикса да и мы говорим сегодня о дополнительном модуле который можно скачать с нашего сайта внутри 1с есть свой модуль у него просто немного менее расширенный функционал в отличие от нашего модуля мы все-таки делаем свой специализированный модуль и мы сегодня говорим именно о нем алексей я вас не совсем понял с вашим вопросом мы покажем где будет лежать видео немножко позже мы до этого дойдем сейчас обновиться и покажем спрашивают какие данные сейчас изменяются сейчас вообще по идее перезаполняется справочник 1с которым хранятся индификаторы объектов 1с вот то есть как бы служебные данные 1с никак не связаны еще не с нашим модулем что чистит это стандартная процедура торговли так у нас обновление завершено в данном случае есть посмотреть появился раздел 1с битрикс а если бы мы забыли указать по систему в огне стране объединения то этого раздела бы не было если посмотреть здесь то здесь пункт меню слева менюшка ссылками если мы нажмем на кнопку перейти на форме интеграции 1с то вы перейдете на форме интеграции где можно задавать вопросы по работе с модулем обмена или сообщать об ошибках или какие-то у вас пожелания небольшие пишите здесь я есть периодически бываю я отвечаю или другие форумчане тоже вам помогут с ответами также здесь этот пункт это краски настройки обмена это импорт товаров интернет магазин это поэтому по этой ссылке запускается обработка импорт товаров сайта уточню один момент данный импорт не поддерживает скию то есть он не поддерживает торговые предложения поэтому будьте внимательны импорт достаточно устарел скорее всего в будущих версиях мы его немножко расширим в ту сторону выгрузка постоянно развивается в эту сторону она пока остановилась вот таком достаточно простом уровне так картинки файл для характеристики это новых функционал которых где появилась возможность прикреплять характеристикам картинки я не расскажу попозже посмотрите на индификаторы битрикс здесь можно посмотреть допустим если объект пришел из сайта то у него всегда есть индификатор сайтовский чтобы мы чтобы при загрузке 1с можно было идентифицировать что это за объект здесь как раз таки можно посмотреть именно какие индификаторы у этих объектов есть и что их можно отредактировать в данном случае у нас сейчас нет объектов сайта поэтому как бы смысл смотреть никакого версия модуля обновить нажимая на эту кнопку наш модуль обращается к сайту и отображает если новая версия если есть какие изменения данном случае у меня установлен не последняя версия предпоследней поэтому нет окошко вылезло и сообщила что вышла версия там 5.009 есть подписано что он для только для вот и 11 22 и здесь кстати можно посмотреть всю историю изменений всех модуль здесь основные как бы изменения можно посмотреть всю историю но мы насколько понимаю обновляться до последней версии не будем мы это сделали специально она немножко долго обновляется мы дарм на этой показали если стать последний то нужно вот на самоуправление торговли обновлять а это долго так открыть документацию при переходе на это ссылки откроется документация по нашему модулю есть кстати описанная по всем модулям по четвертой версии по пятой как лет 11 для такой то 10 и 3 есть как бы вся документация а посмотреть вебинары как раз задавали вопрос при нажатии на эту ссылку открывается страница где указаны все вебинары ну почти все вебинары где производились именно я рассказывал про интеграцию dns вот кстати спрашивали про битрикс24 16 сентября был вебинар по битрикс24 и вот вы можете его без проблем посмотреть этот вебинар тоже появится на этой странице просто появится чуть чуть попозже посмотреть спрашивали где посмотреть вебинары как бы упростили так что можно было сразу зайти и посмотреть вот но на случай у нас там обновление бы показывать обновление как обновить обновление че но модуля допустим я к себе давай мы внедрять его не будем покажем так ну допустим мы скачиваем версию 5009 ссылку на страницу с вебинарами она видна у вас на экране то есть если вы после того как вебинар закончится и посмотрите видео остановите паузу нажмете вы увидите ссылку она наверху была отображена но не не обязательно переходить туда по ссылке вы можете с модуля перейти и посмотреть вебинар на эта ссылка есть можно перейти на вебинар как сута 11 так и 110 лет то есть мы направляем на обычный так мы запустили скачали распаковали мы его и тут тоже в конфигураторе тоже делается стране объединить конфигурации с файла не торопись чуть-чуть помимо указая уже нового модуль 5509 указать файл тоже происходит строение объединения здесь мы также снимаем все флажки и также указываем по по системы из файла и указываем самому нашу по систему и включать родительский по системе нажимаем установить и все в данном случае по систему битрикс у нас управлять указывать не надо потому что она не изменилась но и все и даже нажимается кнопка выполнить и то же самое после выполнен нажимается конфигурация сохранить конфигурацию и конфигурация и вниз конфигурацию база данных и все и тогда происходит обновление так но это делать не будем пока ты не продолжу я уточню один момент юрий спрашивает он говорит что пропустил что на битрикс товарными предложениями выгрузка не работает вы не так поняли выгрузка с товарными предложениями полностью работают синхронизировать торговые предложения можно выгружать нас сайт торговое предложение можно нельзя предварительно когда вы устанавливаете базу чистую а сайт уже работал нельзя выгрузить эти торговые предложения внутрь 1С. Юр, ты поправили? На самом деле можно, но не угрожайте. Аферно. Но там, короче, не очень красиво это получается, и потом получается то, что ручками придется очень много чего там ковырять. Можно не ручками, можно попробовать сделать такой финт, так скажем, ушами. Можно создать заказ, в который вложить все-все-все товары с торговыми предложениями. Это, конечно, немножко долго, но это вариант. И после этого выгрузить заказ. Юр, все равно в этом случае будет немножко не хорошо, потому что свойств не будет. Я понимаю. Обработку нужно зарабатывать. Да, обработки пока полной нет. Так, ну вот, сейчас мы создадим настройку обмена товара. То есть мы заходим в настройки обмена с тренд-магазином и нажимаем создать. Кстати, есть такой момент. Наш модуль не добавляет сам функционал типового модуля. Наш модуль это отдельный модуль. Очень многие клиенты, установив наш модуль, продолжают использовать типовой, думая, что это наш новый модуль. Нет. Если вы хотите использовать наш новый модуль, то он вообще находится совершенно в другом месте. Для UT11 редакции ERP у нас идет отдельный раздел. Один из битриксов. Как бы в том все понятно. А для UT10.3 наш модуль находится не в справочке настройки обмена с веб-сайтами, а в планах обмена настройки обмена с сайтами. То есть это очень важный момент. И очень много людей, я вот как бы по тикетам, по степоподдержке замечал, что не используют наш модуль. Так, мы создаем настройки обмена с сайтом и назовем его выгрузка товара. Так, мы будем гулять на сайт, а сайт... Вот мы берем, кстати, обыкновенный сайт. Сейчас мы на него зайдем. Открылся наш сайт. Это наш типовой интернет-магазин новой версии. Сейчас сохраним даже пароль. Да, пароль сохранился. Так, мы в него зашли. Сейчас мы укажем здесь сам адрес сайта, но он не полный, нужно еще указать... Давай покажем, где на сайте показано, что нужно сюда написать. Да. Заходим в раздел интернет-магазин. Все верно. Интернет-магазин. Так. Настройки. И заходим в интеграция с 1С. Здесь снизу указан сам путь. Но как в данном случае мы уже сайт указали, поэтому после сайта нам нужно указать просто бетлекс-админ-11-exchange.php Указываем. Так, в виде пароль. Хитрый пароль тебе введи. Попробуем. Так, укажем каталог лога, потому что он обязательно. Потом, попозже расскажу, что это такое. Так, и проверяем соединение. Так, пароль не уверен. Ну, ух ты как. Может, у тебя русский... Русский остается, скорее всего. Да, русский остается. Да. Так, теперь проверяем. Так, вот, теперь соединение успешно. Мы указали каталог клога. Каталог клога в этом каталоге будет в разрезе дня формироваться текстовый файл, в котором будут оказаны все пункты обмена сайта. Если там есть какие-то ошибки, то будут отображены эти ошибки. Или можно будет посмотреть по времени, какие данные выгружаются меньше, какие дольше, чтобы проанализировать и как-то оптимизировать настройки выгрузки или обмена заказа. Также, если у вас какие-то там есть проблемы с обменом, когда вы обращаетесь в техподдержку, то присылайте этот каталог, ну, как бы, сам лог-файл. Это намного упростит сам процесс. Пока ты далеко отсюда не ушел, спрашивают, как посмотреть версию конфигурации. Как и где посмотреть версию конфигурации, которая у нас сейчас стоит? Ну, а посмотреть можно, нажать синхронизация и есть пункт информации о версии модуля обмена. Здесь как раз показана, какая текущая версия модуля обмена. Так, договорим. Каталог лога. Каталог лога можно вгружать на сайт, то есть, это тоже, кстати, помогает их поддержке, когда, допустим, чтобы поддержка могла подключиться к сайту и не прося удаленный доступ к базе 1С, чтобы зашел на сайт и сама могла скачать сам лог-файл. И есть еще пункт «Хранить файлы обмена на сайте». В данном, если стоит этот пункт, в данном случае в архиве, где же сам лежит лог, там уже будут храниться файлы обмена без картинок. То есть, как бы, клиентам много кто спрашивает, где посмотреть файлы XML, которые приходят с одиннадцатки на сайт. Как раз таки, нажав на эту кнопочку, можно сайты этой файлы скачать, не запакованные. Извините, перебью. Тут такой интересный вопросик, и уже даже не один человек задает. Еще раз, Алексей и Роман. Схема в чем? Мы говорим о нашем модуле, подразумевая, что данный модуль, данная интеграция выполнена компанией 1С Bittrex. Это не штатный модуль, который входит в любую поставку 1С. Это именно наш модуль, который в начале вебинара мы показывали, где скачать с нашего сайта. Данный модуль привносит дополнительный функционал, который, если вам необходим действительно, вы его устанавливаете. Если он вам не нужен, вы можете делать обмен через штатный модуль 1С, не обновляясь до нашей версии. Но очень часто бывает, что функционала не хватает, нужно больше гибкости, и тогда приходится устанавливать наш модуль. Вот мы как раз, когда подразумевая наш, говорим о модуле, который выпустила именно компания 1С Bittrex. Это не штатный модуль 1С. Так, на этой же вкладке также есть в пункте действия неудачным и отправленным пакетом. Здесь можно указать, сколько тайм-аут между неудачными пакетами нужно ли делать загрузку, если обмен был неуспешен. И есть флажок, если выполнять полную грузку принудительную. При создании модуля обмена она ставится всегда. Если же у нас обмен изменениями, то после грузки товаров этот флажок автоматически снимается в настройке. Также есть настройка автообмена, где можно указать, как часто должен выполняться обмен. Можно поставить так, чтобы товары выгружались на сайт раз в день в 6 утра. То есть, получается, что у нас каждый день в 6 утра у нас будет выгружаться выгрузка регулярно. Но, в данном случае, мы это настроить не будем. Так как у нас эта настройка для выгрузки товаров, то в данном случае мы снимем флажок, чтобы обмена документов. И установим, что у нас выгружались только измененные объекты. В данном случае, с точки зрения оптимизации, кстати, лучше у себя вгружать только измененные объекты. Так, и теперь давайте настроим информацию о номенклатуре. На вкладке общей настройки как раз таки указывается именно, в какие инфоблоки у нас будут выгружаться товары. В данном случае у нас каталог вгружается в основной каталог товаров. Давайте его назовем по-другому. Будут называться у нас товары 1С. Группа номенклатуры. Здесь указывается, какие именно группы номенклатуры должны выгружаться. В данном случае можно указать, чтобы выгружались, допустим, не все товары, только, допустим, вентиляторы и кухонные электроприборы. Если же мы так укажем, то тогда у нас в корневом фаблоке будут находиться два этих группы товаров. Также можно по видам номенклатуры. То есть, как бы, сходить можно туда. Разбивка будет идти не по самим группам, а по видам номенклатуры. Но это мало кто использует. А справа идентификатор каталога. То есть, если вы создаете новые настройки, хотите, чтобы товары выгружались в старый каталог, то здесь указывается идентификатор этого инфоблока, в который хотите выгружать. И тогда у вас не будет создаваться новые, а будут подставляться старые. В данном случае у нас такого идентификатора каталога в наборстве точно нет, поэтому нам это не нужно. Также здесь можно настроить дерево групп. Этот функционал позволяет делать свое пользовательское дерево групп, которое будет выгружаться на сайт. То есть, в 1С у нас своя иерархия групп. То есть, там есть бытовая техника, тут кухонные электроприборы. А здесь может быть свое, как вы захотите, чтобы она выгружалась, так она и будет выгружаться. Причем, один и тот же самый товар может находиться сразу в нескольких разделах. В 1С такого вообще нельзя. И давайте мы здесь создадим два, ну не будем делать очень крупное дерево групп, а создадим вот такие две простенькие группы. Пока ты недалеко убежал, спрашиваешь, где взять индинификатор. Ну, вообще он там на сайте. Тебе нужно не знать, что надо посмотреть. Включены ли у нас тут настройки, чтобы они отображались. Сейчас посмотрим. Так, нет. Ну, тут у нас. А, у нас нет. Даже не угрожались. Так, я точно не помню, или это индификатор, или внешний индификатор. Вот сейчас. Если ты подразумеваешь под идентификатором тот инфоблок, куда будет попадать, то да, это этот индификатор. Этот, думаешь? Ну, ксмлайтишник должен быть. Вообще, можно было, конечно, выбрать и точно показать. Я просто, честно, не помню. Или этот, или внешний индификатор, который, он по умолчанию скрыт, а нужно его в настройках включать. Я не совсем сейчас понимаю, про что вы, какой идентификатор. Но если я верно. Тут внешнего нету кода. Да, здесь не пишется. Надо, в умолчании он скрыт, и нужно его в настройках. Сейчас надо немножко поискать. Это информационные блоки. То есть, по умолчанию он скрыт, но вообще нужно как-то сделать так, наверное, на будущее, чтобы он по умолчанию отображался. Вообще, этот идентификатор нужен только тогда, когда вы выгружаете в какой-то инфоблок, который уже существует. Обычно при выгрузке с 1С инфоблок создают новый, чистый, поэтому идентификатор как таковой не очень нужен. 1С сама создает инфоблок. Ну давай, время терять не будем. Ну да, то есть, как будто в настройках есть флажок, при котором, установив который, будут отображаться внешние коды и объектов тех же самых товаров и инфоблоков. Давайте сделаем так. Вы можете задать этот вопрос на форуме, мы вам покажем скриншотом, где находится этот идентификатор. Он нужен не так часто, и вы сможете его найти. Абин, я поищу, я просто как бы уже давно его не включал, поэтому... Так, создадим две группы. Назовем ее электроника. И создадим... Так, не подчиненный, а... Обувь. В электронику мы выгрузим... Давайте выгрузим вентилятора. То есть, все товары, находящиеся в разделе вентилятора, то есть, там даже если есть подгруппа, выгрузятся в раздел на гуси в электроника. А обувь мы выгрузим в обувь. Так, настроили. А также есть настроить отборы. С помощью этих отборов можно дополнительно задавать, какие товары выгружаются, должны выгружаться на сайт. То есть, можно задавать по сегменту номенклатуры, можно по основному номенклатуре. И можно также по остатку. То есть, если остаток, допустим, больше... Там больше заданного значения, или тонкого, или меньше, в зависимости от условия, то весь выгружаемый конкретный товар не предложение. То этот товар будет выгружаться, или не будет выгружаться. Также здесь задается отбор по складам. В данном случае задается, какие склады должны выгружаться на сайт, и остатки по каким складам должны выгружаться на сайт. В данном случае мы выгрузим два склада. Это у нас центральный и склад бытовой техники. Так, мы выбрали. И также сделаем соглашение. Нам все соглашения не надо выгружать, поэтому мы выгрузим только одно соглашение. Продажу в розницу. Причем соглашение это должно удовлетворять некоторым условиям. Зайдем в это соглашение. Во-первых, у соглашения не должен стоять сегмент клиентов. Он должен быть пустой. То есть, не для конкретных определенных групп и клиентов, а для всех. Помимо этого, соглашение должно быть действующее. Теперь, если не действует, влияет. И соглашение должно быть доступно внешним пользователям. Если этот флажок не стоит, то тогда это соглашение не выгрузится на сайт. То есть, цены по этому соглашению не выгрузятся. А цены как раз таки в зависимости от вида цен. Так, записываем соглашение. Так, ну, тут как бы отборов особо оставить больше не будем. Так, завершаем. Так, теперь заходим на вкладку товара. Здесь как раз таки можно указать, нужно ли выгружать товар. Потому что у нас можно выгружать, допустим, только цены и остатки товара. Чтобы товар выгружать только в 8 утра, а цены и остатки выгружать каждые полчаса. Это все для оптимизации, чтобы быстрее происходила выгрузка DNS и быстрее буст это все обрабатывал. Так, выгружать картинки файла, это значит, что нужно ли выгружать... Ну, если флажок не стоит, то тогда у нас картинки файла товаров не выгружаются. И выгружать значение свойств товара. Если флажок не стоит, то тогда свойства товаров у нас тупо выгружаться не будут. А основные дополнительные реквизиты – это дополнительная настройка информации, загружаемая в товар. То есть, допустим, можно сделать так, чтобы наименование угружалось не наименование, а полное наименование. Или артикул угружался. Или чтобы в описании страны, допустим, можно, чтобы угружалось какое-то значение. Допустим, давайте... Здесь, кстати, можно не только из списка выбирать, но также писать кодом 1С. То есть, допустим, страна у нас будет... Проверяем корректность, все нормально. Получается, что у нас весь товар, который выгружается, у нас страна будет стоять в России. Или то же самое можно наименование. Делать так, чтобы наименование было не то, которое наименование по шаблону, а чтобы оно было немножко откорректировано. То есть, мы берем номенклатура... Так, в данном случае у нас, допустим, номенклатура наименования. Но мы хотим как-нибудь перевести его... А, убрать, допустим, пробелы спереди и с обоих сторон. Пока ты показывал, я нашел идентификатор. Ну, где-то в настройках, да? Да, в настройках галочку надо было поставить, а внешний код отображается. Сейчас договорю. Поэтому, в данном случае, здесь можно писать простые конструкции языка 1С. В данном случае у нас есть стандартная встроенная функция убирания пробелов спереди и сзади. Я сделал так, что у самого номенования наименклатура они не будут убираться. Здесь также можно написать, знаете, что будет там... Ну, здесь можно как бы любую простую строку кода 1С написать. И в дополнительных реквизитах то же самое. Причем, если основные реквизиты добавлять нельзя, то дополнительные реквизиты можно добавить какие угодно. Мы хотели, допустим, свой реквизит добавить. Ну, не страна... Ну, тестовый товар. И здесь какое-то значение. Ну, можно, кстати, то же самое. Вообще, здесь можно указать... Ну, через именклатуру получается, мы обращаемся к самому товару. То есть, получается, здесь можно указать любой реквизит товара 1С. Может быть свой, может быть какой-то типовой. А снизу количество товаров в пакете – это количество товаров, которые выгружаются в одном пакете. То есть, если обмен происходит долго, можно уменьшить количество, если быстро, то увеличить количество товаров в пакете. Так, Юра, ну, покажи, где внешний... Давай, переключись на сайт, заходи в настройки, ты был правильно. Единственное, что нужно – настройку информационных блоков. Выбери эту. Значит. Вот. Угу. Вот галочка. Показывать код выгрузки из внешних источников. Ты ее поставил, примени дело. Теперь идем в инфоблок. Например, одежды. И вот он, внешний код. Ну, да. Вот. В случае товара мы разобрались. По предложениям. Если стоит флажок выгружать предложение, то тогда у нас предложение будет выгружаться. Флажок выгружать картинки и файлы – это означает то, что, ну, наш новый функционал, который позволяет прикреплять к предложениям, ну, которые выгружаются, картинки. Вот. Мы покажем. Ну, так, сейчас совсем кратенько этот функционал, потому что, как бы, времени у нас так много. Вот. Выгружать характеристики только остатки. Если стоит флажок, то тогда у нас выгружают предложение только те, у которых есть остатки. То же самое с ценами. Если стоит, то тогда только те, у которых есть цен. Выгружать только предложение. Очень много кто спрашивает. Это означает, что, если, например, товар, у которого есть характеристики, то предложение у нас выгружается не только, предложение будет не только характеристики, но и сам товар. Вот. В данном случае, ну, сложно объяснить. Если, например, у вас выгружается в предложениях будет характеристика сам товар, который мешает, то этот флажок нужно снимать. Выгружает значение свойств предложения. Если этот флажок стоит, то тогда у нас свойство предложения выгружается. Если не стоит, то тогда свойство не выгружается. И выгружаются характеристики предложения. Раньше у нас характеристики выгружались, просто выгружались характеристики товара, строковые. Сейчас у нас уже выгружается еще свойство. Для поддержки со старыми модулями, вообще есть там какими-то доработанными модулями, у нас можно выгружать эти старые характеристики. Но так как они дублируют как раз таки свойства, а свойства более гибкие и с ними можно лучше работать, то в новых модулях или новых установках имеет смысл выгружать только свойства. Поэтому характеристики по умолчанию у нас строковые, не выгружаются. То же самое, тут есть выгружающие трехкоды, надо ли выгружать. Планируем дату поступления, скорее всего будет немножко дорабатываться комплектующие, у нас пока не поддерживает. Пока ты дальше не пошел, здесь спрашивает Евгений. Коллеги, а чем отличаются предложения от обычного товара? Обычный товар – это одна единица товара, у которого нет никаких дополнительных свойств, которые влияют на изменение чего-либо. Не меняется цена, не меняется, например, размер, не меняется цвет. Торговое предложение – это базовый товар, предположим, мобильный телефон Apple, у которого есть модификации. 16 гигабайт, 32 гигабайта, 64 гигабайта. Вот эти вот модификации и есть торговые предложения. Вы не создаете кучу отдельных товаров, не привлекаете на них трафик. Вы создаете один товар с торговыми предложениями, привлекаете в него клиентов. Попадая на этот товар, вы можете, кстати, на сайте можешь показать любую одежду, зайти, штаны какие-нибудь выбери пока. Переходя на сайт, вы переходите в один товар, в котором есть какие-то свойства, которые можно изменять, чтобы человек мог что-то модифицировать, выбрать другой объем памяти. Вот возьми штаны любые, зайди в деталку, чтобы было понятно. Вот на экране как раз показан товар с торговым предложением. Вот это один товар, но у него есть цвета, там фиолетовый, красный, зеленый, белый. У него есть пять размеров, причем у каждого цвета может быть свое количество размеров, каких-то размеров может не быть. И человек, попадая на такой товар, может прекрасно выбирать, менять, изменять. И вам не нужно делать кучу товаров, делать между ними линки, переходить туда, чтобы 16 гигабайт, перейдите сюда, чтобы 16 белый, перейдите сюда, чтобы 16 красный. Человек сразу в одном товаре может изменить любую характеристику, подобрать нужные свойства, увидеть, что изменила цена и купить товар. Ну это чем-то похожий функционал, в Одиннесске есть характеристики товара. Ну а правда в Одиннесске не всегда их используют. В своем предложении может быть и сам товар, в принципе. Человек уточняет, разве это не характеристики в Одиннесске? Ну как бы в том числе и характеристики. Но в Одиннесске у нас выгружаться предложение могут быть не только характеристики, могут быть сам товар. Как бы предложение, это как бы получается, да, характеристика. Так, с предложениями мы вроде как разобрались. Теперь свойства. Если стоит флажок выгружать свойства, то у нас будут выгружаться свойства. И здесь есть таблицы, в которых указываются, какие свойства должны выгружаться, какие должны выгружаться в Highlight Info-блоке, если это необходимо. Вот. В данном случае есть кнопка заполнить использование свойств по умолчанию. В данном случае при использовании этой штуки у нас автоматически смотрится, какие товары выгружаются, смотрится, какие свойства используются у этих товаров. Если это свойство используются, то флажок не ставится. Также тут есть, ну давайте для примера, какой-нибудь в Highlight Info-блок погрузим цвет для обуви, допустим, в Highlight Info-блоке. Также есть пункт «Влияет на цену». Свойства товаров могут быть в 1С различных типах и может быть даже строковые. И если он выгружается строковый, и у нас буст выгружается строковый, то тогда он не влияет на цену. Он выгружается как строка. Но если поставить флажок этот, то тогда это строковое, оно при выброске преобразуется в список. То есть смотрятся все значения строковые и становятся как будто значения списка. И выгружается как список, и тогда оно начинает влиять на цену. Давай я тебе дополню немножко. В управлении сайтов есть всего два свойства, которые могут влиять на цену. Это список. Вы когда создаете новые свойства, давайте войдем в инфоблок, чтобы людям было более понятно. Вот мы как раз находимся в инфоблоке. Вот у нас есть свойства, выбираемые типы свойств, которые вы можете сделать. Есть только два свойства. Это список. И вот здесь стоял справочник. Это второе свойство. И справочник. Это два свойства, которые могут влиять на цену, которые могут влиять на изменение каких-то данных на экране. То есть вот то, что мы сейчас смотрели в штанах, что там есть разные цвета. Вот цвета сделаны как раз на справочнике. Если это просто выпадашка с каким-то списочными данными, то вы выбираете список. И она будет показана либо в виде списка, либо показана вот как выбраны, показаны были размеры. Это обыкновенный список, который может влиять на изменение данных на экране. Если вам необходимо, чтобы свойства или характеристика, которые есть в 1С, влияла дальше у вас в интернет-магазине на какие-то изменения, вы должны их обязательно выгрузить или как справочник, чтобы более эффективно, потому что там разные варианты отображения есть, небольшие какие-то улучшения можно делать, картиночку пригрузить и так далее. То есть можно цвет, например, цветом показать, фактуру ткани, фактурой ткани показать, рельеф шин, например, показать именно рельефом шин. Или выгрузить в виде списка, если это такое свойство, которое не обязательно красиво показать, а вам нужно просто быстро выбрать. Это обычно размеры, какие-то там числовые элементы, там ширина, длина, высота и так далее. Вы можете выгрузить в виде списка. Саша? В данном случае, если же у вас свойства с типа справочником, допустим, значение свойств или что-то, то он по умолчанию выгружается как к справочнику, который выгружается, и тогда он по умолчанию уже будет влиять на цену. А строковые значения, а строковые свойства, которые должны влиять, но как бы выгружаются как строка, но если нужно, чтобы они влияли, нужно ставить флажок «Влиять на цену». По остатке мы в остатке выгружаем, с учетом по складам, с учетом резервы и цену тоже выгружаем. Ну, вроде все, товары мы настроили. Теперь заходим на сайт и настраиваем его, потому что здесь есть настройки, которые важны. Важна настройка «Сгружать товары в предложении», характеристики в отдельный фалбол блок. Так как у нас выгружаются характеристики, в данном случае у нас характеристики обуви будут выгружаться. То тогда должно создаться отдельный инфоболок, чтобы эти характеристики там хранились. Ставим. Смотрим, что здесь. Ставим в выгрузку, кто может выгружать. Сегодня, конечно, у нас плана не входила в выгрузку оффлайн-заказов и контрагентов. Но если вам нужно, чтобы из 1С-ки выгружались оффлайн-заказы, оффлайн-заказы – те заказы, которые были созданы не в бусе первоначально, а в 1С. Они нужны их выгружать для того, чтобы тайная информация о контрагентах, ну, о покупателях была уже в бусе. Или контрагенты, которые были созданы в 1С, нужно, чтобы они выгрузились в бус. То-то нужно ставить этот флажок. Ну, есть еще дополнительные. Тут нужны ли статусы заказа по фронту 1С. Этот флажок, кстати, появился совсем недавно. Означает, что если этот флажок стоит, то тогда статусы регулируются не на стороне бус, а на стороне 1С. То есть в 1С-ки пришел заказ, поменяли там статус. В зависимости от соответствия поставили статус, чтобы заказ завершен, допустим. И при завершении, чтобы здесь статус был выполнен. Если этот флажок будет стоять, то в зависимости от соответствия статуса в 1С-ке в бусе он заменится. Кроме того, что здесь можно влиять на статусы, у нас еще есть одна настройка, уже относящаяся к бусу, к управлению сайтом, к интернет-магазину, кому как более понятно. Вы можете задать ее при изменении каких-либо данных, поступающих из 1С и не только из 1С. Предположим, поступила оплата, и вы на основании этой оплаты делаете разрешение на отгрузку, то есть меняете статус отгрузки. Там несколько вариантов, как можно влиять на что. Можно влиять на оплату, можно влиять на отгрузку, можно завершать заказ, если что-то поступило. То есть вы можете гибко достаточно настроить автоматику статусов, чтобы вы не ходили, не руками их проставляли, а вся система работала полностью в автоматическом режиме. В 1С закрыли оплату, оплата автоматически разрешила на отгрузку, в 1С сделали отгрузку, автоматический заказ был завершен и зафинализирован. Также есть профиль обмена. Кстати, если у нас будет, ну как бы здесь можно много рассказать. Вот, если будет время, кстати, и вот по профилю обмена, именно с обменом заказов, я кучу расскажу. Так, ну, здесь вроде как более-менее настроили, давайте сделаем выгрузку. Выгрузка у нас только изменения, но так как мы настройку только создали и ни разу не делали обмен, то у нас стоит флажок принудительного полного выгрузка принудительного. Соответственно, у нас при первом выгрузке выгрузятся все товары, ну, вся информация. А, то есть, мы же будем показывать функционал, то, что картина к характеристикам. Давайте проверим. Так, здесь указывается именно товар, а здесь указывается, для какой характеристики мы будем прикреплять картинку. В данном случае давайте мы, это база как демо, здесь вообще нет картинок. Давайте добавим хотя бы для характеристики 35,5 натуральной кожи бежевой, добавим картинку. Ты для нескольких добавь, а то у меня тут картинок нет, особо нету. Твой 35,5 бежевой, искать устанем. Ну, да, ну, как бы, надо запомнить просто 35,5 бежевой. Хорошо. Так, укажем, допустим, картинку. В данном случае, если посмотреть, картинок может быть несколько, это может быть даже файлы. Можно здесь, кстати, ее как бы сразу посмотреть. Горизонт завален, цвет не соответствует. Ну, да. Если что, то можно как бы изменить, указать другую картинку. Также здесь есть пункт основная. Допустим, если у нас картинок указано несколько, регулировать этим флажком, можно указать, какая картинка будет на детальной картинке самой характеристики. Очень часто, кстати, спрашивают, где удобнее хранить картинки. Это полностью на ваше усмотрение. В 1С достаточно нетривиально сделано управление картинками, оно достаточно не совсем понятное, оно не совсем легкое. Можно, в принципе, сделать так, что вы будете выгружать все без картинок и картинки устанавливать потом на сайте. Только будьте аккуратны, чтобы не было включено настроек, выгружать эти картинки, иначе вы все просто потрете. Причем в 1С, допустим, нельзя указывать картинки разделом. А в УСе можно... Кстати, просили, чтобы можно было это и в 1С сделать, чтобы они могли их ставить, чтобы они выгружались на сайт. Но пока такого нет. То есть, в данном случае... Я просто покажу, договори-говори. Так что, ну, как бы, на ваше усмотрение, где хранить картинки. Саша сейчас говорил про картинки, которые вот здесь. Вот убери вот эту штуку, чтобы каталог только остался. Вот про вот эти картинки. Это картинки раздела. К сожалению, с 1С их выгрузить, ну, как я понимаю, не совсем возможно. Потому что в 1С нет такого функционала, конечно. В дальнейшем, если люди будут просить, конечно, мы можем сделать то же самое, примерно, как для характеристик, делать расширение, в котором можно было для разделов указывать картинку. Ну, сейчас такого нет. Так. Ну, вот мы прицепили. Давайте сейчас сделаем выгрузку. Если все нормально, то у нас... А, кстати, здесь еще какие-то реактивные изменения. Ну, в данном случае, это не надо. Это потом я вам покажу, что такое. Ну, в данном случае, в этом окне, так как у нас обмен изменениями, это актуально. В данном случае, если у нас изменился какой-нибудь данный, который выгружается на сайт, то у нас здесь будет отображаться этот объект. И тут же здесь... Ну, в принципе, пока все. Делаем обмен. Происходит у нас обновление до версии 0.8, там, при первой выгрузке, а потом дальше идет выгрузка. Ну, все, можно на вопрос. Саша сейчас сделает обмен. Да, мы немножко поотвечаем на вопросики. Одну секунду, я переключусь. Так, вопрос. Возможно ли многоскладовая выгрузка остатков из разных баз 1С на один сайт? Ну, вообще, вообще, теоретически возможно, но практически, как бы, вы можете там немножко замучиться с этим. Нужно будет, вам нужно будет принудительно указать для каждого товара свой идентификатор Bittrex, чтобы он выгружался на сайт. Потому что иначе у вас в разных базах, даже один и тот же самый товар, он будет иметь разные идентификаторы. Они могут повторяться. И возьмется товар, повторит идентификатор, и он в гусь перецепишется. Поэтому нужно эти идентификаторы как-то контролировать. А так, в принципе, теоретически возможно. Еще скажу сразу одно ограничение. Здесь не совсем так все радужно. Выгрузка происходит во временную таблицу в базе данных. И при одновременной выбрузке из двух баз просто будет каша. Поэтому нужно жестко разграничивать, чтобы одна база завершила обмен, вторая как бы начинала этот обмен. Они обязательно не должны пересекаться. Либо вы можете обратиться к партнерам. Я знаю, что некоторые партнеры делают небольшую модернизацию обмена, и тогда это возможно. В принципе, это сделать не так сложно. Ну да, как бы можно, но тут не все просто. Так, а если УПП на 8.3, что дополнительно нужно сделать? Да, в общем-то ничего. Так, будет ли работать модуль для КА 1.1.6.0.2? Так, ну вот сейчас посмотрим, для какого у нас сейчас, для какой КА. Вы смотрите, на нашем сайте, на котором мы вам показывали, указаны как раз версии модуля, для которых мы выпускаем. Тут не только. В данном случае они пока никаких версий. У нас написано для КА 60.02. Ну, в данном случае 20.62, хотя бы она не сильно отличается, и скорее всего она спокойно подойдет. То есть я не могу делать модуль для, ну, как бы, тупо нет физического времени, мне не хватает, чтобы делать для каждого релиза новый модуль. Поэтому я выпускаю модуль, для который актуально. Если же приходит у меня стихподдержка или на форуме пишут, что такой-то релиз несовместим с таким-то модулем, с нашим последним, то тогда, как бы, я оперативно выпускаю новый модуль, который уже актуален для последнего релиза данного продукта 1С. Так, ух, какой большой вопрос. Про идентификаторы. Вы кратко упомянули про идентификаторы товаров свойств, загруженных на сайт. То есть если я вначале забью сайт базовыми товарами и свойствами с нормальными читаемыми мнемоническими кодами свойств, потом выполню импорт из BD, настройки номенклатуры 1С, добавлю характеристики, так... Да, идентификаторы будут сбиты на вот такие вот идентификаторы. На самом деле они не очень важны и большого смысла делать красивые идентификаторы, я считаю, нет. Ну да, там идентификаторы просто-то внешние коды 1С в самих объекте. Они просто такие. Где получить код идентификатора старого товара? Игорь спрашивает. Старого-то какой? А старого товара где? Ну вот да, тоже непонятно. Старого товара чего старого? Какого старого товара? Ну вообще, если хотите идентификатор с 1С, у нас хоть обработка такого нет, чтобы указывать конкретно объекты, посмотреть его на внешний код. Но можете выгрузить этот товар в XML, локально, открыть этот XML, посмотреть какой внешний код этого объекта. А внешней обработке, когда-нибудь надо будет сделать такую штуку, чтобы заходишь в обработку, указываешь какой-либо объект 1С, и он отображает внешний код, который вгружается. Можно ли настроить выгрузку при изменении номенклатуры, а не вручную или периодическую? Изменения номенклатуры. Но периодическая выгрузка это и есть? Смотрите, я так понимаю, это имеется в виду по типу реального обмена. На самом деле, такого нельзя, потому что на самом деле, если даже я сделаю такое, вы будете плеваться от этого, потому что представьте себе, вы изменили товар и будете ждать примерно минуту, пока этот товар попадет на сайт, пока он попадет, пока он там обработается, пока он загрузится, когда придется ответ назад, это очень долго. А если у вас еще есть групповая обработка номенклатуры, допустим, у вас на жмите всю номенклатуру, и по каждой номенклатуре у вас будет изменяться эта группа обработки, эта обработка будет месяцами выполняться на самом деле. Поэтому актуально выгрузку делать именно изменениями, если вам нужно, чтобы она часто обновлялась, чтобы она выполнялась раз в 15-20 минут, чтобы только выгружались изменения. В этом случае у вас сразу выгрузится пакет товаров, и обмен не встанет, и у вас все будет нормально работать. И вы, и операторы, которые занимаются складскими операциями, они это вообще не заметят. Поэтому мы эту функционалу не стали отделаться, потому что он, по сути, вреден. Подытоживая все вышесказанное тобой, из-за объема информации, которая выгружается при обмене наименованиями, это не сделано. Так, упаковку в реквизиты можно добавить? В упаковку? В реквизиты можно добавить только основные реквизиты номенклатуры. Там упаковки, если мне поверьте не заменяет, номенклатуры там по умолчанию нет упаковки, там есть единственное измерение. Хотя, ты отвечай, отвечай, я другое буду делать. Да я-то хотел бы, не насквозить. Ну, на, да. Так, ой, ой, ой. Так, а если зайти в номенклатуру и посмотреть, какие здесь есть реквизиты. Ну, вроде, саму упаковку нельзя, потому что упаковок вообще может быть много, на самом деле. У нас нет такой возможности, чтобы указывать несколько единиц измерения, несколько упаковок для одного товара. Скоро будет такая возможность? Ну, да, когда будет, вот тогда, вот, многие, кто просят. Так, ну, так, ты пока что-нибудь можешь рассказать, а я по-быстрому каталог настрою, чтобы на тебя работал. Покажем, что у нас товары выгрузились вживую. Не, просто показать, что у нас это все есть. Да, 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 сейчас, секундочку, я настрою, надо же подключить твой каталог, который ты выгрузил, ты его уже выгрузил в новый. Я его сейчас подключу в инфоблок, подключу этот. Смогу на вопросы поотвечать. Попробуй, если найдешь, я-то прорежу. Да, 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 у тебя они там сейчас с общим списочком. Так, вот я уже, секундочка, осталось. Столько свойств ты просто выгрузил, ужас. Да, на самом деле не так, что и много. Склады повыгружал. Ну, ты прям. Так. Запись вебинара будет. Вот просто как он закончится, потом... Все, заходи на сайт. Так, сейчас, секунду. Так, давай сейчас покажу, что у нас выгрузилось, а потом пойдем на сайт и... Сайт. Ну, ладно, давайте сразу так. Вот, уже у тебя все на экране. Все уже хорошо. Ну, вот, у нас в итоге... Покажу, что у нас выгрузилось. В итоге у нас есть каталог, выгрузился, с которым двумя разделами. Электроника и обувь. При запускной электронике у нас все товары... Ну, как бы раздел, которые у нас выгружали. На самом случае у нас вентилятор здесь только. Указана цена его, можно указать количество. Вот. И то же самое с обуви. Давай покажем, что выгрузились из Q элементов, то есть торговое предложение. Давай какое-нибудь торговое предложение найдем. Это не торговое предложение. Нет. Нет, у меня тут есть торговое предложение. Выйди, вернись обратно. Ну, ладно. Нет, нет, подожди. А в каких-то товарах могло быть? Ну, вот ты как только в обуви. Либо ты не поставил галочку создавать один инфоблог. Можно сейчас зайти посмотреть. Давай посмотрим. Что-то не выгрузились в торговое предложение, либо я что-то не надгинул. Не до нас. Так, ну, рассмотрим, что у нас тут. Давай, не в одежде, в товары. Нет, у меня у нас только все хорошо. Предложение есть. У тебя что-то там не то сделал. Да, предложение есть. То есть, посмотрите, у нас появилось в названии 123 прибавляется. Ты их не туда выкинул, наверное? Или нет? Да, нет, все нормально. Так, смотрим предложение. Предложение есть. Все есть. Что-то мне так настроил, похоже. Сейчас узнаем. Так, как раз еще покажу то, что у нас выгрузилась картинка для характеристики. Радиска у нас для 35.5 натуральный и бежевый. У него как раз таким... Вот он. Изменить. Вот. Как бы картинка выгрузилась. Она у нас одна, она у нас подставилась в детальную картинку. Еще такой момент. Картинки у нас выгружаются не всегда. У нас картинка выгружается только... Ну, как бы... Картинка, которая уже были выгружены на сайт и успешно были выгружены на сайт, выгружается только один раз. Для того, чтобы они повторно выгрузились, то есть вы как бы... Первый раз как бы некорректно не туда выгрузили информацию, настройки или еще что-то, вам нужно зайти в настройку и нажать на кнопку «Принудительная выгрузка картины». Тогда у вас принудительно выгрузятся все картинки, товары и характеристики, и они как бы обновятся. А так у нас выгружаются только новые картинки и изменены. Связано это с тем, что, как правило, когда у нас выгружаются данные на сайт, 90% информации это картинки, даже 95%. Остальные 5% это всем xml файлы из серии 50 гигабайт. Ну, общая выгрузка 50 гигабайт, из которых там 48 гигабайт это картинки, 2 гигабайта это xml файлы. В данном случае, как бы, выгрузка только нужной информации, как бы значительно ускоряет обмен. Я подправил, можно смотреть. Подправил. Забыл одно свойство указать. Решай, что-то сделай. Все, они тоже не надо. Все, вот выгрузились торговые предложения. Вы видите, что можно менять размеры, можно менять... Ну, нет, мышку туда не водили. Я ищу ботинки женские. Ботинки он женские ищет. Не вижу. Наверное, просто там их информации нет. Ну, наведено какой-то элемент. Давай. Да, вот, чтобы понятно было. То есть, вот выгрузились цвета, естественно, нету картинок. Цвета выгрузились без картинок, может, а там картинок не было в базе. Выгрузились размеры, и вот вы видите, что, меняя размеры... Дай-ка на секундочку. Меняя размеры, у вас меняется количество... Это что у нас там? Полнота. Полнота. То есть, разная полнота есть для разных размеров. То есть, вот для этого есть три элемента полноты, для этого два и так далее. То есть, выгрузились свойства, которые полностью динамически у вас работают. Там был вопрос про постельное белье. Если у вас постельное белье, например, одного типа, но разного размера, разного, то есть, на односпальню, полуторную или двухспальню, вы можете, в принципе, выгрузить это одним элементом и давать возможность человеку выбирать. То есть решать, как выгружается и как собираются товары полностью вам. Вы должны понимать, что вы лучше знаете свой каталог, как правильнее выгрузить эту номенклатуру, чтобы клиент потом смог найти нужные характеристики. Не нужно стараться в один товар объединить вообще все, 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 только все, что возможно. Старайтесь делать один тип товара, но с разными характеристиками в одном товаре. Ну, давайте делаем заказ. Ну, давай, ну нажимай, что ты, берем любой товар. Насколько я понимаю, делаем его купить. Так, заполни какой-нибудь телефончик нам, ну, адресочек нам какой-нибудь. Тут нас все устраивает. Все, заказ создан, пойдем посмотрим. Вот создался товар на 5000 рублей. Ну, заставку курьеров. Так, ну, заказ мы сделали, нам этот заказ нужно как-то загрузить в 1С. Для этого мы создадим еще одну настройку. Назовем ее обмен заказом. А, нет. До этого мы, чтобы быстрее все было, мы возьмем, скопируем адрес сайта. Вот, укажем этот сайт. Юра, ты укажи-ка пароль. Так, русский, английский? Английский. Так, и укажем каталог логом. К тому, к делу выбросов товаров, можно посмотреть всю информацию в лог. Можно открыть лог, указываем на текущую дату. И тут показан весь лог, все, что было со следующей недели. Сначала у нас были ошибки с доступом. Вот, сейчас у нас все выгрузилось. Показано, что, когда, какой пакет выгрузился. Обработался, не обработался. Так, сейчас мы настраиваем обмен заказами. Пока ты не начал обмен заказами, я уточню один момент здесь. Спрашивают, а почему, когда произошла выгрузка, у вас на экране где-то крестики, а где-то отсутствуют варианты размеров, полноты и так далее. Крестики появляются там, где элемент был выгружен, то есть существовал такой элемент, но остатка нет этого элемента. То есть человек не может купить данный товар. Если не выгрузились данные вообще, то есть полноты нет, и вы не выгружали эту полноту, то крестика никакого не появится, соответственно, просто не будет элемента для отображения. Когда элемент отобразился, еще раз, нет остатка. Когда элемент не отобразился, нет этого просто элемента. все можно дальше так настроим обмена заказами так этот флажок означает нужно ли делать оффлайн заказа мы делать не будем сразу и отгрузка заказа тоже будет не будем точка актуальности выгрузки заказов объясняю допустим у нас база 1с как бы большой интернет магазин много заказов вот и допустим даже за год может быть собраться очень большое количество заказов и а заказа у нас бежать к те если не стоит флажок оффлайн заказа только те которые были созданы на сайте если эти заказы будет очень много то и у нас выгрузка или обработка обработка всегда полная выгрузка заказов то тогда эти заказ может быть много и тогда очень долго будет происходить обмен заказами и есть такое понятие как точка актуальности выгрузки он берет заказа только за заданный интервал времени даже когда у нас только обмена заменениями то все равно в запросах 1с где он получать данные обрабатывает тоже только берет за актуально выгрузка данных то есть как бы эта штука оптимизирует выгрузку но не выгрузку даже обмен заказа количество заказа пакете это сколько заказов должно в одном пакете так флажки не не редактирует документ стены документы если флажок стоит то тогда если заказ первоначально попал в 1с то в дальнейшем если мы этот заказ повторно выгружается из сайта он обновляться не будет загрузка оплаты вместе заказами флажок означает то что если мы оплатили поставили флажок в заказе что он оплачен то тогда у нас вместе с этим заказом создается документ оплаты он может быть как приход на кассу орден означает что это наличными деньги или это может быть операция платежной карте если там допустим ты безнал флажок есть есть ли у документа есть скидка в документе выпадает корчевная скидка в данном случае если этот флажок то тогда перезагрузки смотрится если есть скидка на сайте дать как бы смотрится цена первоначальная цена итоговая там высчитывается по формуле скидки и поставляется как ручная скидка все красиво а если не стоит то не будет но в данном случае если вас будет стоять ручная скидка то при повторной выгрузке из 1с на сайт заказ может немножко там корректируется не очень правильно поэтому как бы этот флажок нужно ставить очень аккуратно дальнейшем у нас как бы скидки планируют что они будут выгружаться и этого быть не должно так загрузка отгрузок вместе заказами пока в бусине используется но если он стоит то тогда у нас будет выжать все отгрузки которые ну отгрузки заказов от который были созданы на сайте так же здесь есть отборы в данном случае можно выгружать заказы только можно сделать так что обжать к в определенным организациям или или не или как раз киней выжать какой-то организации тоже сам можно указать какие конкретно заказ должны выгружаться или по каким подразделением выжать это очень актуально если нужно допустим у нас есть 1 1с к с несколькими организаций по нескольким организациям где ведется учет и несколько магазинов то есть заказы по одному по одной организации на один сайт по другой на по третий третий то есть в данном случае этот отбор может решить эту проблему так и нас есть настройки загружаемый документ я не расскажу на последок потому что там всяких настроек так заходим на дополнительные настройки здесь указывается группа номенклатуры для новой номенклатуры то есть если мы создали в один раз китом на сайте номенклатуру то она должна на садим то при если она попадет в месте заказов то тогда в один раз к создать эту номенклатуру и краски указывается группа в которой там потом будет хранить то же самое есть вид номенклатуры и который как вы поставите товары если это услуга а ведь те же есть предупределен значение физических лиц а если у нас контрагент физическое лицо то можно делать так чтобы в 1с не создавался постоянно новое физическое лицо контрагентом потому что она поставлялась определено сделать контрагенты физическое лицо и он туда будет суда поставлять и то же самое и соглашение какое должно поставляться в заказе для него причина отказа отказа если у нас заказ на сайте отменен то тогда в 1с попадет заказ отмененная будет указана эта причина, почему от меня, пусть нет в наличии. Пока ты не убежал далеко. Еще раз про картинки скажу. Тут много людей интересуется, как выгружать картинки, как и работать с картинками. В 1С достаточно не очень расширен функционал работы с картинками, особенно когда выгрузка идет для картинок торговых предложений. Если вы хотите очень гибко работать с картинками, массово загружать картинки, внутри продукта есть другой функционал, некий такой мастер создания торговых предложений. То есть он может генерировать, генератор торговых предложений. Давай попробуем его показать. Нам нужно какой-нибудь элемент с торговым предложением. Найди, пожалуйста, любой элемент, где есть торговое предложение. Ты немножко больше знаешь базу, свою, которую ты выгрузил. Вот и есть предложение. Все, отлично. Подожди. Есть, есть, есть. Все хорошо. Так, вот, генератор торговых предложений. В этом генераторе вы можете массово загрузить, обновить торговые предложения, загрузить туда картинки, в зависимости от свойств характеристик, обновить еще какую-то информацию. На сайте есть статья, где я подробно рассказывал, как это сделать, не буду сейчас повторяться. Но вот именно эта штучка сделана для того, чтобы вы могли массово проапдейтить и загрузить картинки. То есть, у вас есть отфотографированные, обработанные картинки, они лежат в какой-то базе. Вы запускаете этот мастер, выбираете все торговые предложения, говорите, для каких торговых предложений будут какие картинки, запускаете мастер, и он загружает массово картинки во все торговые предложения. Достаточно удобно, достаточно быстро и эффективнее немножко, чем с 1С. К сожалению, в 1С, так как 1С предназначался изначально не для работы, не для показа клиентам, а для внутреннего использования, там немножко с картинками все попроще, чем на сайте. Извини, перебил. Да, ничего. Так, здесь также задается соответствие статусов заказов. Их можно загрузить с сайта, ну, чтобы и вручную завести, но на сайте. Здесь указывается, какой статус должен оставаться в 1С для заказа. Также здесь статус для отгрузок, но отгрузки у нас сейчас не обмениваются, поэтому нет. И статус от платежных систем. То есть, в зависимости от платежной системы, можно указать, какая касса должна подставиться. Или эквариант будет терминал. Если тут у нас, например, по оплате, по платежной карте. Так, и настройка загрузки контрагентов. Ну, здесь, в данном случае, если у нас, когда у нас приходит заказ с новым контрагентом, у нас задается новый контрагент. И здесь как раз указывается уникальная информация. То есть, не редактировать контрагентов, поставлять фио полное именование физических лиц. Способ квалификации контрагентов. То есть, посмотреть, если они есть. Смотрится там по именованию, по именам. И также, соответственно, адресов. То есть, смотрится поля XML, то, в данном случае, в профиле хабина задается, универсический адрес. И какой вид контактной информации контрагента она выгружается. Потому что он делал так, что в юридический адрес выгружался не в юридический адрес, а, допустим, фактический адрес. Или там повторно делал так, чтобы юридический адрес выгружался и в юридический адрес, и в фактический адрес. Здесь написать. Ну, как бы, это тоже гибкая настройка. Так, ну, мы переходим в настройки загружаемых документов. Это как бы основные настройки обмена документов, заказов, оплат. Но они идентичны, поэтому я расскажу только по заказам. На этом флажке убирается сам документ и указываются его основные глобальные настройки. То есть откуда берется дата документов с сайта или текущая дата на момент создания. То же самое нумерация берется автоматически по алгоритм 1С или берется с сайтом. И режим записи документов. Можно только записывать документы, можно проводить. И пометка замечательного удаления. Если заказ отменился на сайте, что делать с заказом в 1С? Можно ничего не делать, можно помечательное удаление заказа, можно отменять приведение. Ну, в общем, все. Дальше, когда мы настроим, можно настроить, соответственно, реквизитов. То есть в заказе есть реквизиты шапки и реквизиты табличной части товара. Ну, сейчас поговорим о шапке. В данном случае здесь показаны все реквизиты заказов. Часть из них уже по умолчанию как-то заполнена. Но некоторые можно дополнительно заполнить. Вообще можно любой заполнить. Можно сделать так, чтобы приходит заказ, а у вас создается какой-то фиксированный заказ, который уже первоначально был каким-то критерием. То есть можно сделать так, чтобы контрагент у нас забирается из поля XML. Можно сделать так, чтобы контрагент поставлялся всегда один и тоже. Как бы определенный контрагент поставлялся. То есть поставить здесь фиксированное значение, и уходить в конкретный контрагент, то тогда у нас контрагенты будут всегда браться, фиксировать. То же самое с организациями. У нас из сайта не выгружается организация, поэтому действие по умолчанию фиксированное значение пустое. Давайте мы поставим, чтобы у нас всегда выгружался, поставлялся до торгового дома комплексного. То же самое с соглашением. Подставим, чтобы у нас выгружалось тогда определенное соглашение, у нас продажа в роте. Потому что у нас по умолчанию тоже соглашение из сайта не выгружается. Так, здесь можно заполнить любой реквизит, в том числе если даже реквизит был не ваш созданный свой, не типовой, то есть как бы реквизиты постоянно обновляются. Давайте мы здесь поставим, желаем дату отгрузки тоже из поля xml, допустим, дата сайта, допустим, и настроим товары. Здесь, как по-моему, тоже по-молчанию настроены, но давайте дату отгрузки тоже поставим, чтобы, ну, дата сайта, потому что... А, еще такой момент, меня, кстати, очень многие спрашивали, ну, давайте сейчас завершим, здесь модельные окна ничего не даст. Когда мы заходим в заказы, тут есть такой пункт дополнительно, так, в доставке, как это самовывоз до клиента силами перевозчика. В 1С, в насаде такого нет. Многие просят, чтобы можно было как-то выбирать, как это самовывоз до клиента силами перевозчика. Но это, в принципе, можно, как бы, реализовать. Сейчас я вам покажу, как это можно. У нас немножко время есть еще? Время, да, есть. Так, многие очень спрашивают. Так, для этого мы заходим в торт-магазин, заходим в свойства заказа. Нужно создать два свойства для физического лица и для эргического лица. Назовем его «Способ доставки 1С». И укажем его тип данных, ой, не строка, а перечисление. «Код 1». А и третий у нас тут был силами перевозчика. Очень аккуратно нужно называть названия, потому что они должны быть точно такими же, которые заведены в 1С. Будет это перечисление или это элемент справочника, допустим, банки или организации. Организация, перевозчика. Так, мы делаем для физических лиц. Сейчас мы сделаем для юридических лиц тоже самое. Так, вот мы завели два свойства. Теперь мы эти свойства привяжем в профиле обмена для заказов. Пока ты показываешь, немножко уточню. Хотел написать, но очень долго. Я тут, кстати, отвлекся, поотвечал на вопросы, немножко письменно, так скажем. Спрашивают, почему два обмена мы настроили, то есть два профиля обмена. Для чего? В 1С? Да, в 1С. У нас, смотрите, в данном случае вообще наиболее правильно это разграничивать товары и заказы. То есть товары у нас, допустим, должны выгружаться, они должны часто выгружаться. Какой смысл выгружать товары каждые 15 минут или 20? Да, вы, например, знаете, что приход товара у вас на склад происходит раз в неделю. Соответственно, товар меняется раз в неделю. Для чего запускать выгрузку каждые 10-15 минут, нагружать ваш сервер, нагружать 1С с какой-то выгрузкой, проверками? Вы можете настроить вот именно в тот день или раз в неделю, когда вы сделали приход, товар выгрузился после этого прихода, например. Более того, вы можете товар, даже можете еще позже, но, конечно, остатки вы можете выгружать отдельно. Допустим, даже можно три обмена. Один, выгрузка товара, например, в 6 часов утра каждый день, допустим, или раз в неделю. Каждый час, допустим, выгружать остатки и цены. И каждые 15 минут делать обмен заказом. То есть три настройки, которые работают отдельно друг от друга, но это значительно ускоряет обмен, уменьшает время между заказами. И у вас более-менее актуальная информация на сайте. В вашем понимании это будет так. У вас есть время прихода. Вы точно знаете, как часто приходит вам приход. Вот такое время обмены ставите для товара. Вы знаете, с какой периодичностью продаются ваши товары. Предположим, у вас есть офлайн-магазин, есть онлайн-магазин. И наставки, естественно, стараются все делать общими. И вы знаете, что в магазине товары покупаются, например, раз в час какие-то есть изменения. И вы можете раз в час их выгружать. А вот заказы в интернет-магазине, предположим, вы его только начинаете с ним работать, происходит у вас, например, раз в день. Соответственно, вы настраиваете раз в день. Если вы знаете, что заказы у вас поступают в среднем в час 1-2 заказа, вы можете поставить раз в час. Если у вас заказы поступают в интернет-магазин чуть ли не каждые 10 минут, Это огромный магазин, частые заказы или еще меньше. Вы сокращаете это время вплоть до перехода на реалтаймовый режим, когда система после создания любого заказа мгновенно выгружает информацию в вашу 1С. Мгновенно с учетом передачи информации, в среднем это около минуты получается. То есть настройка зависит полностью от структуры работы вашей компании. И когда вы настраиваете эту настройку, тот, кто делает вам интеграцию, или вы сами делаете, вы должны понимать, как часто нужно вам что-то выгружать. Давай так. Не, по-моему, я там. Примерно можно даже настроить так, чтобы когда заказ создается на сайт, сразу, мгновенно попадал в 1С. Это понятно, но это не актуально, когда заказ там один раз в день происходит один заказ. Так, на данном случае, доходим профили обмена и мы указываем способ доставки. Мы его называем способ доставки 1С. для физического лица и то же самое для юридического лица сделаем. В данном случае у нас для заказа будет ображаться свойство, способ заказа. Теперь давайте мы сделаем так, чтобы в зависимости от этого свойства у нас менялось то значение в заказе. В данном случае мы заходим в обмен заказами, у нас тройки и загружаем. Находим этот реквизит, там называется способ доставки. Ищем его здесь. У нас он способ доставки. указываем дополнительные свойства по наименованию. В данном случае мы будем смотреть, какие свойства заказа приходят, по наименованию искать это перечисление. И укажем конкретно именно значение этого свойства. Нажимаем завершить редактирование. И заодно, сразу для примера, мы зайдем в этот заказ. И поставим ему способ доставки для клиента. Так, запишем. Так, ну а теперь давайте, вроде как все настроили, давайте делаем обмен заказами. Так, у нас угружается куча заказов, что у нас демо-база и установки бусовская. Тут у нас вгрузились все заказы, которые не были выгружены. То есть их тут много. Смотри, спрашиваю такой вопрос, пусть пока у тебя выгружается. Если два обмена вдруг, что маловероятно, вообще это вероятно, если вы настроите одновременное время, сработают одновременно, ошибки будут? Будут. Ну, это как бы ошибки будут на стороне буса. Это понятно, что будет на стороне. На стороне DNS поддержит возможность сразу бесконечное количество обменов, а у основной бус будет. Ошибки будут обязательно, потому что правильно, как пишет Александр, на стороне буса все ложится в одну временную таблицу. Если вы одновременно положите две выгрузки, попытаетесь сделать две выгрузки в одну базу управления сайтом, эти данные просто могут смешаться. Если это разные данные, ну, вероятность ошибки, конечно, меньше, но тоже будет каша какая-то. Могут произойти какие-то неприятные моменты. Старайтесь разграничивать время, когда выполняются какие-то операции. То есть должно быть последовательно. А сделаем такую штуку, чтобы она последовательно выживалась? Ну, можно такую штуку сделать, но она достаточно сложная, так как идет взаимодействие все-таки с 1С. Ну, в 1С какого еще как бы все равно. Тут дело в самом бусе. Да и нам, если честно, все равно. Мы можем сделать в разных таблицах и хранить это. Просто это раньше никогда не требовалось. А сейчас очень много вопросов стало с федеральными сетками, но мы, скорее всего, в будущих релизах это сделаем. Как раз мы потихоньку двигаемся к федеральным сеткам. Вот как раз выходит новая e-commerce платформа, которая новое управление заказами. У нас будет 5-го числа вебинар следующего месяца, на котором мы представим немножко новую платформу, расскажем, как управлять заказами на новой платформе. Там в основном все будет про управление заказами. Подскажем, как кастомизировать форму управления заказами. И вот как раз это движение к тому, чтобы сделать возможность загрузки данных, когда у вас 50 филиалов, в каждом филиале своя 1С, нужно делать обмен. Мы потихоньку к этому двигаемся, но не все сразу. Но, естественно, это будет только в интерпрайз-редакции. Эх. Эх. Не, на самом деле, просто проблема тут есть. Есть ли какая-то интеграция со службами доставки? Вообще интеграция есть, но я не понимаю, какой смысл выгружать службы доставки в 1С. Не знаю, нет никакого смысла. Ну, я тоже. Есть ли какой-то смысл? Напишите, есть ли смысл для вас, зачем вы хотите выгрузить доставку внутрь 1С. Выгрузить название доставки, я думаю, возможно, без проблем. Ну, то есть, она и так выгружается, насколько я понимаю. Название выгружается. Передать, если реквизит такой. Да. То есть, передать проблем нет, оно выгрузится, но я не понимаю смысл, выгрузили, а дальше. Непонятно. Так, ну, у нас, давайте посмотрим, что у нас получилось. Какой у нас там был заказ, там, на 5000 рублей. Так, в данном случае у нас создался заказ, в котором, кстати, будут мужские сапоги и доставка заказа. Причем, доставка заказа у нас, на котором создалась в основании данных с сайта. Здесь, если у вас первый обмен, то вам здесь нужно его отредактировать и установить ставку НДС, потому что она с сайта не приходит. Не, ну, с сайта можно сделать, чтобы она тоже приходила. Ее просто нужно на сайте тогда настроить. Ну, да. То есть, в каком-то из мест нужно это настроить. Обычно настраивают в 1С, потому что 1С как бы в обмене старшим братом является. И она занимается тем, что попадает или не попадает на сайт обычно. Вот, и он пришел, у нас как бы писалось желаемое дата отгрузки и дата отгрузки. Ну, ставка почему-то не угляделась. Почему-то. Даже для клиента я неправильно написал. Сейчас посмотрим. Согласование. Склад у нас, мы не настроили, чтобы он там угрожался. Склад у нас центральный. Там нашли у тебя ошибку русского языка. Надо будет поправить. Я запомнил, какую. В модуле или где? Скорее всего, в модуле. Посмотрим потом. Там я записал себе данные. Ну, понимаю, шутки могут быть. Посмотрим, почему у нас тут не выгрузилось. Глазастые все какие. Да-да-да, я понял, что в буте написано. Спасибо. Да, нет. Документы. Спасибо. Спасибо. я писал нет для клиентов до клиента из-за этого все сейчас изменим спрашивает вопрос пока ты делаешь у меня есть розничные покупатели которые должны видеть только товары которые есть из остатка есть оптовые покупатели которые должны быть видеть весь товар вплоть до тех которые нельзя заказать делается это очень просто делается два отдельных раздела в один раздел передаются оптовые покупатели переключаются в один раздел переключаются розничные покупатели инфоблок может быть один и тот же вы просто настраиваете по-разному компоненты в одном компоненте настраиваете показывать только те товары которые есть на остатках во втором компоненте настраиваете во втором разделе настраиваете показывать все товары и разрешаете покупку товаров там вплоть до в минус и тогда никаких проблем не будет минус завершился смотрим еще раз высоко нас просто я ошибся с названием так вот у нас он есть как бы ждать создать его оплатим пока ты оплачиваешь здесь уточняют при загрузке при выгрузке заказов в у т из со стороны сайта передаются новые контрагенты и создаются да наверно они создаются вернее до 100 процентов они создают заказа до до создаются весь не находится кроме того что вы выгружаете со стороны сайта в 1с клиентскую базу вы можете еще выгрузить все оффлайновые заказы на сайт для чего это нужно это нужно тем кто хочет сделать такую как бы схему что клиент может отслеживать заказы в рамках сайта любые заказы неважно где сделаны это такая мультиканальная работа с клиентами вы даете клиенту например на кассе какой-то квиток с логином его и паролем либо говорите как восстановить этот пароль я видел реализацию когда там по эсэмэски пароль приходил восстанавливался по эсэмэски тут то есть вариантов очень много и клиент может видеть оффлайновые заказы которые он например ожидает к продаже к выдаче там телевизор он заказал его нет на складе привезут позже там холодильник доставка на пятницу он может зайти на сайт и видеть что происходит с товаром как он двигается когда его привезут и так далее вы можете делать свой личный кабинет для всех клиентов вплоть до оффлайнов как-то мне так мать за платить тут здесь достаточно интересный вопрос пока ты ищешь клиенты люди спрашивают где лучше управлять заказами или вернее говорят о том что заказами удобнее управлять в 1с смотрите если вы делаете интеграцию с 1с связывайте сайт с 1с то управлять заказами конечно лучше не на сайте а в 1с 1с при управлении заказами становится как бы главной другой вопрос что она не может управлять всеми возможностями которые есть на стороне буса если что-то сделать в рамках 1с нельзя вы можете зайти в бус это сделать на стороне буса и потом выгрузить или обновить это в 1с просто будьте аккуратными а вот управлять товарами добавлять товары добавлять картинки изменять какие-то характеристики управлять свойствами в некоторых случаях удобнее на сайте главное чтобы вы понимали что если вы чем-то управляете на сайте это не должно синхронизироваться с 1с получится потому что может получиться так что придя информация с 1с она перетрет все что вы сделали на сайте и пока саша делает есть еще один момент конечно лучше вот здесь пи переключить люди задают такой вопрос в 1с у нас товары с названиями типа 1 бут 40 л и так далее то есть товар такой непонятный непонятно как его выводить людям есть специальная возможность есть специальная вкладка если сашу сейчас я поспокою я покажу как это сделать нас на вкладке да не любой товарчик не важно какой это этот нет нормально вот есть такая штука называется тик 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 вот она залог заколол заголовок элемента вот здесь вы можете настроить что ваши элементы которые попадают из 1с могут полностью меняться если у вас например там в 1с iphone называется iphone и все то здесь вы можете настроить чтобы после айфона под добавлялись какие-то характеристики то есть устанавливался объем его памяти устанавливалась какие есть объемы памяти у вас на сайте и так далее то есть номенклатура будет немножко меняться и отображаться именно в том виде на сайте в котором нужно вам но в то же время она не будет изменена в 1с вы никак не появляет не повлияете на 1с и ваши кладовщики смогут работать дальше продолжать работать с теми наименованиями как им привычно а на сайте наименование немножко будут изменены конечно не все там можно автоматизировать но вы можете вплоть до изменить все наименования руками просто сказать что данное наименование будет выглядеть на сайте по другому это никак не повлияет на выгрузку вы не сломаете это внутри выгрузки но система будет следить и подставлять правильные наименования поэтому вы можете в 1с не менять наименование продолжать работать как вам удобно, как удобно вашим кладовщикам, а на сайте эти изменения будут отображаться в том виде, в котором нужно уже вашим клиентам. В чем-то он демо-база, он тут не хочет делать приходит, возможно, или там долго нет, или еще что-то. Поэтому, конечно, другое соглашение на другую организацию, чтобы можно было сделать оплату. Надо смотреть, просто как бы я базу этого как бы смотрел. Так, мы это оплатили, давайте посмотрим. Делаем снова обмен заказами. Не оплатился, а нет? Не оплатился. Нет, ну, надо смотреть. Давайте, пока Саша разбирается, тут про складской учет и выгрузку с резервированием и так далее. Ребят, когда вы настраиваете связь 1С с сайтом, нужно всегда выключать резервирование на сайте. Обязательно. Нужно всегда выключать складской учет на сайте. Нельзя дублировать эту информацию и на той стороне, и на этой стороне. Если вы работаете с сайтом, этот учет можно включать, этот учет можно использовать и с ним работать. Если вы подключаете 1С, все это делать должна 1С. На сайте это должно быть все выключено. На сайте остается включенным только введение количественного учета. Он нужен для того, чтобы клиент не купил товар в минус, если у вас это недопустимо. А вот списание товара и резервирование. Я понимаю, для чего вы делаете резервирование. Чтобы не получилось так, что товар заказали, но не смогли его купить люди, потому что кто-то его выкупил. Это делается немножко по-другому. На сайте есть понятие время списания товара. И там есть такая выпадашка, которая говорит, когда списывать товар. Во время оформления заказа, во время поступления оплаты, во время отгрузки и так далее. То есть можно выбирать гибко, когда нужно списывать товары. Если у вас уникальный товар, который нужно обязательно как бы зарезервировать, вы можете настроить списание товара, виртуальное списание товара внутри буса. И происходит заказ, товар исчезает, если он был в единственном экземпляре, купить его больше невозможно. Делаете отмену заказа, все возвращается как было. Или когда приходят новые остатки с 1С, все вернется как было. То есть клиент не купил этот товар. А если вам нужно просто отминусовать товары, чтобы корректно, выгрузка у вас делается непостоянно, и нужно как бы скорректировать вот эту выбрузку, то вы можете настроить, что по оплате товара уменьшать количество на сайте. Все, оплатили заказ, если это еще электронным, то это в реалтайме прям все происходит. Сразу же товар как бы списывается виртуально с сайта. В 1С, естественно, никаких изменений нет, потому что нет пока никаких отгрузок. Но на сайте уже нельзя купить товар, который уже как бы купил кто-то другой. Поэтому это все гибко настраивается, и настраивается именно на стороне сайта. Главное понимать, что при установке 1С, еще раз, нужно отключать резервирование на сайте, нужно отключать ведение учета, именно торгового учета внутри 1С, использование складов. Это не говорит о том, что не нужно использовать склады хранения. Это, пожалуйста, используйте дальше. Это не говорит о том, что не нужно использовать склады для самовывоза. Это, пожалуйста, делайте. Именно нужно выключить складской учет. Это когда документы формируются на сайте, когда вы полностью управляете товарооборотом на сайте. я тебя как мог спасал понятно как он оплачивает так ну ладно пока я выбираю такие вопросы на которые я смогу ответить спрашивают про местоположение ребят местоположение настраивается в двух местах часть данных вы настраиваете на стороне 1с часть данных основную вы настраиваете на стороне буса на вкладке настройка 1с есть вкладка соответствий и вот на вот этой вкладке вы можете задать какие поля выгружаются в 1с в 1с структура данных запрашиваемых от клиентов очень подробно она идет по шагам там можно отдельно задать город Отдельный регион, отдельно разную информацию. В Бусе, чтобы не снижать конверсию, многие поля свернуты в одно общее поле. То есть мы там спрашиваем обычно город, страну, если вы рады работать на несколько стран, но обычно город. И все, на этом вопросы какие-то на стороне Буса обычно заканчиваются. Можно расширить, спросить еще, конечно, улицу, можно спросить еще какую-то дополнительную информацию. Но стараются это в полном объеме не использовать, потому что это снижает конверсию. Если вы заставляете человека делать сложный выбор, он с высокой долей вероятности уйдет в другой магазин. Поэтому на сайте это все собирают в единый пакет. Но никто не мешает после попадания заказа внутрь Буса написать обработчик, повесить его на оформление заказа, на завершение оформления заказа. И разделить эти поля по определенным свойствам, по определенным полям, которые вам нужны. Потом внутри настройки 1С, не на стороне 1С, на сайте, зайти в настройку и сказать, что вот это поле соответствует вот этому полю в 1С, вот это поле соответствует вот этому полю в 1С. И запустить выгрузку. Тогда поля в нужной структуре попадут правильно в 1С. И вам не нужно это настраивать. Либо заставлять клиента здесь заполнять в такой же структуре, как сделано у вас в 1С. Ну и посмотреть на конверсию. У нас есть модуль замечательный внутри Буса, который может отслеживать конверсию. Вы можете даже запустить обетестирование. Сделать две страницы оформления заказа. Одну вот с такой сложной структурой, одну с легкой структурой. И запустить обетестирование. Посмотреть, насколько упадет или вырастет конверсия. Если конверсия не упадет, вырасти она, ну естественно, не может. Если она не упадет, то вы можете перейти на такую структуру. Отлично. У вас прекрасные клиенты, которые готовы заполнять ваш товар аккуратненько и нежненько, так скажем. Это обычно неконкурентные товары. То есть те товары, которые сложно найти где-то в других местах. Там можно издеваться над людьми как хочешь. Они будут готовы заполнять любые ваши поля. Если же ваш товар не уникальный, не имеет каких-то там особых, ну интересных характеристик для клиента. Или ваш магазин не дает никакие там удобства другие дополнительные. То клиенты с высокой долей вероятности уйдут в другой магазин. Они не будут заниматься заполнением ваших форм. Поэтому думайте, как вам удобно. Ребята подсказывают, что скорее всего проблема в заказе не обеспечена услуга доставки. Ну, тут тебе может быть понятно будет. Я не совсем понял, что сказали. Тут... Какого знает, блин. Про складской учет и настройки вообще написано в документации. Но я вам сейчас в принципе всю эту документацию рассказал. В записи можно будет посмотреть. Ребята, не переживайте, запись обязательно будет. Она либо будет на сайте, вы можете найти поиском внутри 1S Bittrex. Либо из модуля любого 1S обмена вы можете найти по ссылочке. В 1S нельзя указать подменные наименования, про которые я рассказывал. Это делается на стороне буса. Вообще вот эти вот гибкие управления в основном все сделаны на стороне буса. Потому что 1S торговля сделана не для этого. Она создана для управления товарами, для скользкого учета, для отчета, для аналитики. Она не сделана для представления товара конечному потребителю. Поэтому все вот такие вот интересные плюшки, связанные с SEO, с подменой, еще с какими-то вещами, делаются на стороне буса. На этой же странице, на которой я показывал подмену, там можно же и SEO управлять. Там можно, чтобы товары формировались для SEO специальным образом. Например, я выгружаю товар на собственном проекте. Я подставляю нужную мне информацию в заголовки, в названия товаров, в ключевые слова и так далее. То есть у меня ключевые слова автоматически формируются. Автоматически формируются тайтлы страниц, дескрипшены и так далее. То есть я могу полностью сделать все это в автоматизированном режиме. Мне нужно один раз сесть для каждого раздела, что-то настроить и дальше все работает в автоматике. Я не занимаюсь этим постоянно. То есть мне, соответственно, не привлекаю никаких SEOшников, не делаю оплату им никаких денег. И я уже не раз показывал на вебинарах, что набирая свой товар, я всегда на первых местах. То есть просто гибкая настройка внутри буса достаточно неплохо вам обеспечивает первые места в выдаче. Тут все зависит от качества описания ваших товаров. Что происходит с заказами, имеющими несколько доставок на сайте? Пока ничего не происходит. Вот мы как раз 5 числа, пока все это находится в бета-версии. То есть мы представим 5 числа на вебинаре, представим, как управлять заказами на стороне буса, разделять заказы, делать несколько отгрузок и так далее. Но связки с 1С пока нет. Пока это бета. К релизу, к релизу это будет обязательно. Мы представим вам, как это будет все управлять. Саша уже на стороне 1С все сделал и постоянно над нами издевается, говорит, ха-ха-ха, я все сделал, а вы тормоза. Мы действительно тормоза, потому что изменения очень огромные. Мы обязательно это все выпустим. Чуть-чуть потерпеть надо. На стороне 1С мы это все сделали, просто пока скрыли. Сейчас делаем на стороне буса. Добрый день. Измените в соглашении организацию или в организации установите ответственных лиц. Ну, да. Народ-то прошаренный оказывается. Непонятно, зачем на вебинар пришли. Кстати, ребята, молодцы. Очень много знаний, очень много всего вы знаете. Интересные вопросы. Я тут очень много вопросов отвечал письменно. Если честно, аж печатать уже устал. При изменении названия товара в 1С автоматически меняется URL на сайте. Вообще, это настройка. И можно сделать, чтобы ничего не менялось. Если вы настройки корректно сделаете, ничего меняться не будет. Если у вас стоит, что, естественно, после названия перегенерировать название ЧПУ символьного кода, то, конечно, это будет автоматически перегенерировано. То есть, все зависит от настройки. В панели навигации что-то тут говорят. Тебе, наверное, будет понятно. При реал-тайме мы, если честно, показывали. Есть вебинар, где мы именно посвящали реал-тайму. В списке вебинаров можно посмотреть. На этом вебинаре мы вообще не планировали показывать, потому что, ну, просто во времени не уложимся. В панели навигации, организации, лица с правом подписи. Ух, какие ребята прошаренные. Да, мне проще, я бы поставил другое соглашение. Точно. И все, я не упарюсь. Мы показывали, как определять. Человек спрашивает, как определить, какой обмен с сайтом используется. Мы показывали, где посмотреть версию модуля. Саша говорил, что существуют две версии модулей, где они находятся. То есть, если посмотреть вебинар, послушать внимательно, то можно, в принципе, это найти. Если каждая из трех номенклатур в УТ имеет картинку, то после объединения, вообще объединение как такое невозможно. Разве можно объединить товары, разрозненные товары объединить в торговое предложение на сайте? Теоретически, конечно, можно попробовать, но практически, мне кажется, это невозможно. Ребят, еще раз, торговое предложение – это не объединение товаров. Это, да, это группировка товаров для показа на сайте. Но если это не сделано внутри 1С, вы это сделать на сайте никак не сможете. То есть, это не группировка, не объединение. Это нельзя в 1С вести по одному, а потом сказать волшебным образом, а соберись теперь в торговое предложение. Нет. Те товары, которые обувь мы выгружали, они уже в 1С были сделаны как торговое предложение. И мы их выгрузили как торговое предложение. Там на характеристиках, насколько я понимаю, ведется весь учет, если я правильно понимаю. И вот эти характеристики как раз выгружаются на сайт. Объединить нельзя, но вы можете в 1С поправить свои товары, это сделать проще, потому что у вас там никаких описаний, никаких картинок обычно нет, и выгрузить потом по-человечески на сайт. То есть, объединения никакого не произойдет. Так, ну я тебя устал спасать. Сейчас посмотрим. По идее, по идее. Ну давай я отвечу пока. Вопрос по вебинару. Насколько гибкая настройка в плане складов? Отлично, оплатили товар. Ну да, спасибо, конечно, за нас. Где оплачен? Не вижу. Ну-ка обнови. Вот оплачен. А, ты другой ниже, который оплачивал. Да, тут как бы настройка говорю нет, я вообще понятию. Окей, уговорил. Тогда тебе вопрос. Вопрос, насколько гибкая настройка в плане складов? Один и тот же товар может находиться на разных складах. И с одного склада брать можно, со второго нельзя. Но при этом товар можно брать со склада 2, а со склада 1 нельзя. Возможно ли такое настроить? Вообще это сделать можно. Выгрузка достаточно гибкая, но вам нужно будет компоненты на сайте модифицировать. То есть, у нас есть компонент, который показывает, где есть товар, на каких складах и в каком количестве. Причем можно задать так, чтобы количество показывалось нереальное, а, например, больше трех или больше пяти. Если вам не нужно, нужно скрыть, сколько у вас товаров. А вот выбор конкретного склада, если честно, я всегда считал, что это утопия. Заставлять клиента выбирать склад. Если у вас оптовый магазин, то да, проблем нет. У вас оптовики, они понимают структуру ваших складов. А извините, настраивать клиента, заставлять выбирать какой-то ваш там склад, да, простите, идите вы в баню, я пойду в другой магазин. Поэтому, если вы оптовик, немножко модифицируете вот этот компонент, который отображает склады, делайте просто выбор склада, с которого вы хотите сделать отгрузку. Либо на компоненте сейл-ордер Аякса, то есть оформление заказа, вы там можете сделать выбор склада. Или модифицировать корзину и заставить человека выбирать склад. То есть, уже без проблем вы можете это все сделать, но тут нужна будет кастомизация. Делать такое по умолчанию в продукте мы не будем, по тем причинам, которые я озвучил. То есть, для людей выбор склада без разницы. Мне, как клиенту, заходя на ваш сайт, на ваш проект, да мне пофигу, откуда вы мне привезете товар. Главное, чтобы вы мне его привезли. И как вы это будете делать, мне тоже без разницы. Я выбрал товар, выбрал понравившуюся мне службу доставки, оплатил этот товар, а дальше это ваши проблемы. Как вы мне это будете все делать? А вот выбор ближайшего магазина, это немножко другое. Это точка самовывоза. Для этого у нас есть в продукте возможность. Вы можете выбирать точки самовывоза. Там показываются координаты на карте, то есть, точка подсвечивается на карте при выборе. Показывается фотография этого магазина, время работы точки самовывоза. То есть, эта точка может быть как каким-то магазином, который там работает с 9 до 6. Вы можете сказать клиенту, что работает так. Так и может быть какой-то ваш склад, который работает вплоть до круглосуточного. Или находится в таком месте, которое тяжело найти, в каком-нибудь высотном здании на 15 этаже. Вы можете полностью подробно рассказать, где это находится, показать это на картинке, на каких-то дополнительных картинках, если тоже опять-таки это все сделать. Выгрузить любую информацию дополнительную, там можно набирать свойства. И все свойства, которые вам нужны, вы выгружаете. На моем проекте, например, я выгружаю время работы, выгружаю точный адрес, выгружаю телефон, выгружаю email, куда можно написать. Выгружаю человека, к которому нужно обратиться. То есть вы можете задать любые характеристики, которые хотите. То есть в том объеме, который нужно человеку, чтобы найти эту точку или обратиться правильно к человеку, чтобы забрать этот товар. Тут все вы можете гибко настраивать. Так, что у нас происходит? Ну, все. Все. Ну, вообще мы почти рассказали все. Давай на несколько вопросов еще ответим. И как бы, наверное, будем потихонечку завершаться. Как передать из 1С реквизиты контрагента партнера в БУС? А именно какие реквизиты? Часть реквизитов у нас, когда контрагент выгружается, часть реквизитов их выгружается. Ну, я насколько понимаю, реквизиты опять-таки гибко настраиваются, и ты можешь соответственно настроить. Ну, для контрагентов нет. Для контрагентов не получится, да? Ну, окей. Контрагент мало, кому сейчас надо, поэтому... Да, контрагенты, если честно, не очень нужны на сайте. Обычно те, кто выгружает контрагенты на сайте, у нас такая возможность есть, но она достаточно упрощенная. Это нужно, вот как я говорил, для тех, кто хочет сделать мультиканальную обработку заказов и дать возможность клиентам на сайте следить за заказами. Во-первых, это специфика бизнеса, это большой магазин, и обычно партнеры это могут допилить. Выгрузка происходит, но степень этой выгрузки это могут допилить партнеры. Если структура номенклатуры товаров 1С отличается от желаемой структуры ВИМ, как лучше сделать? А мы в начале вебинара как раз это показывали. Мы показывали, как настроить гибко структуру. Перемещение, как вы говорите, айфонов на самый верх, это вообще никакого отношения к номенклатуре не имеет. Это имеет скорее отношение к как вы выводите информацию на сайте уже визуально в компонентах. Компоненты можно гибко настроить, по какому критерию выбирать. Например, по просмотрам. Вы знаете точно, что айфоны смотрят достаточно часто, и они у вас автоматически окажутся первыми. По наименованию, и тогда по наименованию будет отсортировано по алфавиту, предположим. Вы можете выбрать не по просмотрам, а по остаткам. Чем больше остатков, тем товар выше. Вы можете настроить по каким-то свойствам, то есть, например, все красные вверху и так далее. То есть вывод компонентов, фильтрация по компонентам, она очень гибкая, и вы можете настраивать ее как хотите. На вкладке «Дополнительное» в заказе клиента есть реквизиты печати. Там есть главный бухгалтер, там выбран уже недействующий бухгалтер. Да, да, да. Ты тут разбираешься. А, ты как раз разбираешься с этой штучкой? Да, да. Удалим все. Потому что интересно, как бы я вот, скорее всего, с этой штукой, с смертельными лицами, вот реально не сталкивался. Так, ребят, давайте я, наверное, переключу на свой экран, пока Саша там пытается вас поразвлекать этой штукой. Посмотри, у тебя переключилось. Все, посмотрел. Не знаю. Должно было переключиться. Мы будем завершать свой вебинар. Будем рады, если вы в папочке «Questions» напишите, был ли вам полезен наш вебинар. Оцените его по какой-то там, например, системе, там по 10-бальной, или просто поставите плюсик. Нам будет очень приятно. Если у вас есть какие-то идеи, пишите их обязательно на сайте «Идеи». Это «Ideia1sbittrex.ru». Мы обязательно просматриваем эти идеи, их стараемся выполнять по 1С. Так мы очень часто выполняем идеи, очень быстро. Мы готовы взаимодействовать и достаточно быстро их реализовывать. Спасибо всем за внимание. Напоминаю, что будет вебинар по управлению заказами в Бусе 5-го числа следующего месяца. Приходите обязательно. Было приятно с вами работать. Всем до свидания. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok